Трудоустройство на постоянную работу в некоторых регионах страны критично низкое. Об этом на заседании Кабмина заявил министр труда Серег Шапкенов. В столице перед домом министерств собрались несколько женщин, приехавших из Казаларды. Они требовали решения жилищного вопроса. В пенсионной системе модернизация. Что изменится в начислении пенсии? Каким будет размер пенсионных выплат? И что еще ждать от реформ? Далее в выпуске. Трудоустройство на постоянную работу в некоторых регионах критично низкое. Такое заявление на заседании Кабмина сделал министр труда Серег Шапкенов. По его данным, всего мерами поддержки в рамках госпрограммы «Янбек» за три месяца текущего года охвачено 158 тысяч человек. Из них 53 тысячи трудоустроены на временные работы. На постоянную работу трудоустроены только треть из этих людей. По оценкам социологов, единственная сейчас по-настоящему проблема государства – это спад производства. Именно по этой причине безработными оказались тысячи граждан Казахстана. Из 18 миллионов человек работают только 8. Большая часть людей трудоспособного возраста не обращаются в поисках работы в центры занятости, а предпочитают искать работу сами, по объявлениям, через интернет или через знакомых. У молодежи, в частности, у вчерашних выпускников вузов, нет достаточного профессионального опыта. Отсюда возникает так называемая «ловушка первого найма». Работодатели в объяснениях о найме, как правило, требуют, чтобы у соискателя был опыт, стаж работы на интересующей позиции от 3 до 5 лет. Как признались в МПП, они проводят уроки для того, чтобы безработные смогли получить кредит, но из всех обученных льготные кредиты дали только 10%. А Акимы на местах пока дают только временные рабочие места. Доля трудоустроенных на постоянную работу в некоторых регионах критично низкая. Охват делается за счет субсидируемых работ, за счет общественных работ. Хочу напомнить, конечной нашей задачей является постоянное трудоустройство и продуктивная занятость населения. По оценкам социологов, граждане предпенсионного возраста также относятся к наиболее уязвимой категории населения на рынке труда. Многие работодатели полагают, что эта категория населения менее конкурентоспособна на современном рынке труда. Среди работодателей бытует мнение, что люди старше 50 не столь обучаемы, и для них сложно усвоение новых технологий, методик. Предполагается, что возраст, состояние здоровья сказывается на работоспособности, мобильности потенциальных работников. По данным специалистов по трудоустройству, женские специальности также наименее конкурентоспособны, часто менее оплачиваемы. Много декларируется о равенстве мужчин и женщин, но на практике ситуация иная. Значения не имеет и зачастую предвзятое отношение работодателя к женщине детородного возраста. Особенно четко это видно на основе статистики о молодежной безработице, где женская превышает мужскую в два раза. Бауржанша Ахмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В столице перед домом министерства собрались несколько женщин, приехавших из Казаларды. Они требовали, чтобы к ним вышли министры и акимы и решили вопрос жилья. Митингующих уже ждали полицейские, которые перекрыли им дорогу к правительственным зданиям. К женщинам вышли лишь руководители департаментов. Но вопрос жилья так и остался нерешенным. В столицу сегодня приехали 10 женщин из Казаларды. Многодетные матери хотели пройти в правительство, парламент или аккорду, но плотное кольцо ОМОНа ждало их заранее. Привыкшие к подобным митингам, полицейские дежурят на этом месте постоянно. Обычно стоит один автобус, но сегодня против 10 женщин пригнали сразу несколько автобусов с полицией. Женщины просят решить проблемы жилья. Пусть решат наш вопрос. Если им нужна жертва одной матери, я себя принесу в жертву. Я принесла с собой бензин, мне нечего терять. У меня погибли три ребенка. Я потеряла здоровье детей, потеряла все имущество. Теперь терять нечего. Муж бросил нас, сказав, что ему не нужны больные дети. Пусть к нам выйдут министры и акимы. Мы не смогли решить этот вопрос в Казаларде и приехали в столицу. Женщины заявили, что государство не оказывает должной помощи многодетным семьям. Пожаловались на низкие пособия и потребовали решения жилищного вопроса. Эти многодетные матери неоднократно выходили на акции протеста. Но сегодня они приехали в столицу. Стоя перед зданиями правительства и аккорды, они заявили, что устали от обещаний и требовали, чтобы с ними встретились власти. Но безрезультатно. К митингующим вышли молодые парни из Минтруда. Основной вопрос, который сегодня я с тремя заявительницами, которые сейчас разговаривал, у них основной вопрос, это вопрос получения безвозмездных государственных грантов, которые представляются в рамках госпрограммы «Евенбек» на реализацию, на открытие собственного бизнеса, микробизнеса. Все три заявители, с которыми я разговаривал, уже в прошлых годах им данный вид поддержки уже назначался. После протестов матерей власти сообщили, что многодетным семьям будет оказана соцпомощь. Правительстве страны сообщили о принятии специальной социальной жилищной программы, в соответствии с которой многодетные семьи получат возможность приобретать жилье в ипотеку. Первоначальная сумма 10% от стоимости квартиры, ставка всего лишь 2%. Кроме того, власти пообещали обеспечить нуждающихся в жилье дешевыми арендными квартирами. Но многие матери говорят, что жилищный вопрос так и не решен, а социальное положение семьи не улучшается. Но мелкие чиновники признались, что не смогут решить вопросы других ведомств. Вопросы жилья не входят в нашу компетенцию. Поскольку люди пришли, перед нашим министерством выступают, поэтому мы вышли, чтобы разъяснить вопрос. В целом мы со всеми переговорили, его даже всех записал. 100% всех вопросов это жилья. Вопросы жилья по компетенции Министерства инфраструктурного развития, а также местного акимата, мы не можем не реагировать. Мы откликировали, вышли, пояснили, начали выяснять. Вот записал, что я вам показал, но все вопросы жилья. Можем только похазатайствовать Министерству. К митингующим женщинам из Казаларды присоединились женщины из столицы. Все они хотят решения жилищного вопроса. Бауржаншай Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. В пенсионной системе модернизация. В разработанной Министерством труда и социальной защиты концепции предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии. И хотя время на переход еще есть, многие казахстанцы уже сейчас задают вопросы нашей редакции. Что изменится в начислении пенсии, каким будет размер пенсионных выплат, и что еще ждать от реформ, спросили обеспокоенные жители. А изменится вот что. Минимальная гарантированная пенсия будет 70% от величины прожиточного минимума для тех, кто имеет стаж участия в пенсионной системе не менее 5 лет. За каждый год сверх этого срока размер будет увеличиваться на 2%. Назначение базовой пенсии отменят, а минимальная гарантированная пенсия будет рассчитана с учетом стажа участия в системе при исчислении размера базовой пенсии. При этом право на пенсионные по возрасту сохранятся при наличии не менее 6 месяцев стажа на 1 января 1998 года. Как пояснили в Минтруда, главная цель – это совершенствование пенсионной системы с учетом обстановки в мире и в экономике. Ну и, конечно же, с учетом поручений президента. Так, одним из важных направлений модернизации является введение с 2023 года обязательных пенсионных взносов работодателей. То есть работодатели за счет своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные пенсионные взносы от дохода работника в размере 5%. Это позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений вкладчиков при достижении пенсионного возраста, что позволит сохранить коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию. Это соответствует международным стандартам пенсионного обеспечения. Кстати, одна только новость о том, что пенсионное накопление можно использовать на покупку жилья, заставила граждан вспомнить и еще раз обратить внимание на необходимость следить за своими сбережениями. И более чем на 1 триллион тенге исполнены заявления вкладчиков о досрочном изъятии. Основной целью использования является улучшение жилищных условий. Это 99,4% населения. В разрезе регионов на долю Монгостаусской области городов Алматы и Нур-Султан приходится 60,2% всего объема изъятий. В доверительное управление передано пенсионные накопления граждан на сумму 2,5 миллиарда тенге в 4 управляющие компании. С 1 мая вводится в действие нормы закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста. Там указано, что невостребованные суммы гарантийного возмещения начнут переводить на счета по добровольным пенсионным взносам. Например, банк лишился лицензии, закрылся, и в течение года надо найти вкладчика. Если его не найдут, то все накопления переходят в ЕНПФ для зачисления на индивидуальный пенсионный счет. С 1 мая основанием для автоматического открытия такого счета будет являться поступивший в фонд «Добровольный пенсионный взнос от вкладчика физического лица» в свою пользу за счет своего дохода или от вкладчика в пользу получателя. Продолжаем выпуск, и вот что вы увидите далее. В Уральске и шести районах Западно-Казахстанской области выставят блокпосты. Дополнительные карантинные ограничения вводятся с 1 мая. В Актюбинской области субподрядчики, которых привлекли к реконструкции республиканской трассы, два года не могут получить заработанные деньги. В Атыраусской области бастуют нефтяники. Недовольные сотрудники подрядной организации возмущены новым руководством. С 1 мая в Уральске и шести районах Западно-Казахстанской области выставят блокпосты. Постановление об усилении ограничительных мер подписал заместитель руководителя санитарно-эпидемиологического контроля Нурлабек Мустаев. Он заявил, что это вынужденная мера и главная цель – прервать цепочку заражений коронавирусом. Ведь только за последнюю неделю заболеваемость в регионе увеличилась на 15%. Для тех, кто забыл, в Западно-Казахстанской области блокпосты были выставлены с 31 марта по 1 июня 2020 года. Они вызывали массу нареканий общественников. Люди жаловались на огромные очереди и потерю драгоценного времени. Но свою роль они сыграли, смягчив первую волну коронавируса. В этот раз оперативный штаб вновь принял непопулярное решение о возврате блокпостов. И сам врачи обосновали необходимость ужесточения ограничительных мер. В первую очередь направлено на прерывание цепочки. То есть те районы или город, у нас в основном городе заболеваемость, в районах, которые находятся в красной зоне, максимально разграничить поток населения. То есть все больше населения с районов прибывает в город. Или же именно в тех районах, которые находятся у нас в красной зоне, чтобы максимально они уже не выезжали за пределы области и направлены на... для прерывания цепочки заболеваемости. Санитарные врачи сообщили, что в регионе начата реализация проекта «Ашик». Предприниматели могут работать при помощи мобильного приложения. Запрет на посещение бизнес-объектов будет действовать для зараженных и контактных лиц. Стоит отметить, что новость о блокпостах люди восприняли с недовольством. Блокпосты мало чем помогут. Все равно скопление, оно есть, оно будет. Потому что людей закрывают, они закупаются сразу, бегут закупать все подряд. Вот это вот, наверное, вот все-таки зря блокпосты. Ну сколько уже можно? Люди прививаются у нас. Все равно так болеть будем, продолжать. Но вот эти вот сильные такие прямо усиления, я не знаю. Людям никуда не выехать, никуда. Ну уже с родными уже сколько не видимся. Отметим, что за последние сутки в Западно-Казахстанской области выявлено в два раза меньше зараженных, чем за день до этого. Но санврачи списали это на технологический перерыв в работе лаборатории, где проводится ПЦР-исследование. Роман Копняев, Абулат ЖГПА, Александр Грабрев, ТДК-42. В Мангостаусской области двоих полицейских подозреваемых в браконьерстве уволили из органов внутренних дел. Природоохранные инспекторы задержали их с убитым краснокнижным архаром. 26 апреля инспекторами был остановлен автомобиль, в котором находились все четверо мужчин. В ходе досмотра инспекторы обнаружили в транспортном средстве оружие и убитого архара. Выяснилось, что двое из подозреваемых в браконьерстве – сотрудники полиции. 26 апреля 2021 года в социальных сетях было распространено видео с погоней за браконьерами. В Мангисталской области, среди которых оказались двое сотрудников полиции, которые уже уволены из органов внутренних дел. В наших рядах нет места таким сотрудникам. Ни один факт браконьерство не останется безнаказанным, а преступник понесет наказание. Независимо от того, гражданский это человек или сотрудник правоохранительных органов. В Актюбинской области субподрядчики, которых привлекли к реконструкции республиканской трассы Актубиат-Рау, до сих пор не могут получить заработанные деньги. За два года общий долг перевалил за миллиард тенге. Люди устали ждать и требуют привлечь к ответственности виновных. Кто же достроит дорогу, выясняла Лейла Уясова. Сегодня предприниматели из Байгаинского района вновь собрались возле областного Акимата. Все они сдавали свою спецтехнику для строительства новой дороги. Люди требуют вернуть им деньги, но вопрос до сих пор не решен. В центре скандала азербайджанское предприятие ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд», выигравшая тендер на реконструкцию 40-километрового отрезка автодороги Актубиат-Рау. Всю спецтехнику генподрядчик взял в аренду у местных предпринимателей. Однако за проделанную работу еще не рассчитался. Эта иностранная фирма получила у государства миллиарды, но работу еще не довели до конца. Дорогу они так и не достроили, с нами не расплатились. Задолжали миллионы. У нас семьи, дети, кредиты. Кто сможет нам помочь? Мы уже никому не верим. Мы в прокуратуру писали. Суд тоже на нашей стороне. Обращались и к судебным исполнителям, и к руководству Казавтожола. Но результатов нет. Мы устали ждать и просим содействия. С предпринимателями встретился руководитель актюбинского филиала Казавтожола Марат Мохамбетов. По его словам, серьезные финансовые проблемы у иностранного инвестора начались после того, как банк, где хранилась крупная авансовая сумма, обанкротился. У них есть гарантийные обязательства, которые, когда на тендер участвовали, они положили эти деньги в банк. Эти деньги, даже министр говорил Акиму, что эти деньги мы выплатим долги. Договор не расторгнут. Это люди говорят сейчас разные, что якобы кто-то придет, третье лицо будет делать. Пока такой информации нет. Потому что я должен знать, если какая-то информация будет, они со мной связываются. У меня есть список людей, кому сколько должен. Я каждым человеком встретился сам. Только байганинским предпринимателям Спикакор задолжал 168 миллионов тенге. Когда выплатят деньги, чиновники ответить затрудняются. Так или иначе, 80% республиканской трассы уже построено. В эксплуатацию данный участок должны сдать уже в этом году. Если азербайджанская компания не выполнит свои обязательства по контракту, то попадет в реестр недобросовестных поставщиков услуг и больше не сможет брать объемы на проведение подобных работ за счет государства. Лейла Осова, Жамарт Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Октюбинская область. А в Итараусской области бастуют нефтяники. Сотрудники подрядной организации, которые работают на крупном месторождении, недовольны новым руководством. С чем связаны возмущения сотрудников и что на это говорит их генеральный директор, выясняли наши корреспонденты. Это сотрудники ТОО Мунай-Коллег. Они недовольны своей зарплатой и, по их мнению, несправедливой работой нового руководства. Возмущенные сотрудники говорят, что руководство обязало их чинить вышедшую из строя технику за свой счет. В то время арендуют машины у других предприятий. Работы мало стало. Объемы, которые должны выполнять мы, осваивают другие ИП. Когда с этим вопросом обращались к руководству, они отвечают, что держат нас как внутреннюю необходимость. Мы в чем виноваты? У нас есть рабочие машины, но они их не используют. Собравшиеся затронули проблему заработной платы, отметив, что на сегодня 70% работников находятся в отпуске за свой счет. Я 8 месяцев сидел без работы. У меня есть дети и семья. Ссылаются на пандемию, но ведь работа из-за этого не прекращалась. Зарплаты мало, требуем повышения. С бастущими подчинёнными встретился генеральный директор ТОО. Стороны долго приходили к соглашению. Гендиректор заявил, что всё в рамках закона. К тому же к заработной плате недавно прибавили 4%. А транспорт был взят в аренду из-за дефицита техники. Мы не получили полный объём работы. Есть такие недостатки из-за пандемии. Я могу сказать, что выполняю свою работу как надо. Стоит отметить, что это не первый случай разногласия сотрудников и руководства данной компании. Ранее 122 сотрудника пожаловались в инспекцию труда, которая выявила ряд нарушений касательно оплаты труда. Но в этот раз в инспекции ответили, что никаких нарушений выявлено не было. Тем временем, руководство приготовило список из 52 сотрудников на сокращение. Набережная, построенная 8 лет назад в Костанае, уже нуждается в ремонте. Она сейчас в удручающем состоянии. По ступеням пошли трещины, рушится мраморная облицовка, проваливается брусчатка. Не прошло и десятилетие, как набережной требуется, по всей видимости, капитальный ремонт. Хотя в 2013 году на облагораживание берега реки Табол потратили немалую сумму – 348 миллионов тенге. Излюбленное место горожан постепенно опустело. Люди сюда приходят реже. Небольшие скульптуры тоже со временем стали непрезентабельными. Дельфины, к примеру, поддерживают уже стопкой кирпичей. А у рыбака пропала удочка. В Акимате сообщили, что обяжут подрядчика, который занимается уборкой территории, восстановить то, что в его силах. Остальное будут уже ремонтировать во время капитального ремонта. Параллельно ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию данного объекта. После прохождения государственной экспертизы будут определены виды необходимых работ. Соответственно, будет подана бюджетная заявка на выполнение необходимых видов работ. Полтора миллиона мальков планируют выпустить в водоемы Западно-Казахстанской области этой весной. Об этом сообщили в Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования. Сейчас 47 различных водоемов региона находятся в аренде у предпринимателей. И зарыбление они обязаны производить за собственный счет. Сегодня наши корреспонденты стали свидетелями уникальной акции. Группа рыболовов-любителей собрала средства на закуп мальков. Рыбу они выпустили в Чиган, чтобы она была доступна для всех желающих. Пруды, в которых выращивают мальков, находятся неподалеку от поселка Рыбцех. В советские времена они занимали площадь более 600 гектаров. Рыбы и мальки поставлялись не только для нужд региона, но и в соседней области. Сейчас осталось только несколько прудов по 10 гектаров. Природопользователи здесь закупают мальков для зарыбления закрепленных водоемов. К примеру, сазанчик весом 80 граммов будет стоить около 100 тенге. Малька в прошлом году мы весной вывели, и вот осенью примерно у нас было 34-35 тонн. Половину, значит, зарыбили осенью. Это природопользователи, любители там и так далее. Примерно половина осталась на весну. То есть по количеству здесь, понимаете, как, например, на данный момент чуть-чуть больше 100 тысяч только зарыбление произвели. Выловленную из пруда рыбу погрузят в специальные емкости. После транспортировки малька выпустят в водоемы обитания. Сегодня из прудов рыбцеха извлекут вот таких мальков карпа. Вес одной особи около 80 граммов. Уже сегодня эту рыбу выпустят в реку Чиган. При нормальном уходе она может достигнуть к осени веса в 1 и даже 2 килограмма. Сообщество рыболов и охотников Западно-Казахстанской области в этом году решило собрать средства на зарыбление государственных водоемов. Рыбалка в них доступна для всех желающих. Деньги поступили и за счет проведения благотворительного турнира по рыбной ловле. Собрали около 600 тысяч, более 600 тысяч тенге. И на все средства закупаем малька. Куда выпустите? Выпускаем в реку Чиган и озеро Котельниково. И вот самый волнительный момент. Рыба попадает в реку. В Управлении природных ресурсов отметили, что впервые зарыбление проводится весной. Как того требует наука. От масочных поголовья местных рыб – это карп, сазан, толстоловик. Вот такие виды рыб. Теперь большое преимущество. Во-первых, транспортировка мальков из Саратова, скажем, из Красного Кута или Самары – это вообще транспортные расходы большие. И во-вторых, здесь безопасность мальков. Потому что были случаи, когда покупали с других регионов, даже мальки были больными. Отметим, что сейчас в регионе действуют ограничения на рыбалку. Открытие сезона произойдет после завершения нереста. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Пасхальная литургия пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщили представители Уральской городской епархии. 2 мая православные христиане отметят один из главных священных праздников – Пасху. Подробнее об особенностях праздника в этом году расскажут наши корреспонденты. Пасха является одним из самых важных религиозных праздников у православных христиан. Этот праздник олицетворяет воскрешение Иисуса Христа. Перед Пасхой верующие соблюдают 40-дневный пост, во время которого за счет ограничений в пище, спокойного и размеренного образа жизни происходит очищение души и тела человека. Последние недели перед Пасхой Страстная Седмица – самая строгая. В эти дни в каждом доме проходят последние приготовления к Великому Празднику. Делают уборку, пекут куличи, красят яйца, которые символизируют начало новой жизни. Обычно накануне праздника в церкви собираются прихожане. Но в этом году, учитывая санитарные требования, церемония богослужения пройдет в режиме онлайн. Люди могут, прихожане, верующие, смотреть трансляцию прямую с города Алматы, с Вознесенского собора. Эти ссылки будут различны на нашем сайте официальном Уральской епархии и на митрополитчем сайте. Можно будет смотреть и участвовать в богослужении онлайн. Дивидуально мы можем посещать храмы, но массовые мероприятия запрещены. По традиции в преддверии праздника казахстанцев поздравляет архиепископ Уральский Аксюбинский Антоний. Я всех поздравляю с величайшим праздником Пасхой Христовой, с Воскресением Христовым. Это величайший для нас праздник. Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всем, успехов, в всем-всем любви, взаимопонимания. Символичным стало и то, что в этом году Пасха совпадает по времени со священным месяцем Рамазан. Оба праздника встретят в режиме онлайн. Марина Горбок, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Свыше 10 тысяч саженцев, деревьев и кустарников высадят в Уральске до конца весны. Об этом сообщили в городском отделе ЖКХ. Апрель и май объявлены месяцами санитарной очистки и благоустройства города. За это время городские улицы и скверы должны максимально привести в порядок после зимы. В результате санитарной очистки только за апрель из города вывезли 465 тысяч тонн мусора. Таким образом привели в порядок городские улицы, парки и скверы. С наступлением благоприятной погоды начинается активная высадка деревьев. В городе появятся младые тополя, дубы, березы, ивы, клены и другие виды растений. У нас будет посажено 1070 деревьев по улице Мункелла, по улице Берлег, поселок Диргул и по улице Гагарина. И будут посажены живые изгороди, кустарники по улице Гагарина. 10 тысяч 300 кустарников. Участие в преображении родного города должны принять все. Исключением не стали и отбывающие наказания в режимных учреждениях. Сегодня они внесли свою лепту в обогащение лесного фонда городского парка. Во исполнение указаний главы государства Касымжемар Тукаева на сегодняшний день проводятся мероприятия, связанные с озеленением городского парка культуры. Приглашены осужденные, состоящие на учете службы пробации, для именно высадки деревьев. Стоит напомнить, что представители частных организаций должны позаботиться о своих территориях самостоятельно. А если каждый из нас очистит хотя бы небольшой участок улицы, либо посадит одно дерево, город станет еще более зеленым и уютным. Марина Горбук, Наруан Гунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. О спорте. В Уральске проходит школьная лига по баскетболу. Соревнования проводятся с 26 апреля. В игре принимают участие школьники 9-11 классов. Побороться за звание сильнейших приехали баскетболисты из 9 областей Казахстана. Как отмечают тренеры, интерес к баскетболу у спортсменов не угасает. Ребята показывают свое мастерство на соревнованиях разных уровней. Победителей этих игр определят 1 мая. Национальная лига школьников проходит по разным областям. В этом году было принято решение, что именно баскетбол будет проходить в Западно-Казахстанской области. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!